Вот оно, то самое злополучное место, где произведена вырубка Химкинского леса, ради того, чтобы провести здесь трассу Москва-Санкт-Петербург. Сегодня сюда с инспекции приехал депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Проравка есть? На другом объекте. А? На другом объекте. А телефон есть у него? На дночке. Очень печально. Ей же, да, телефон. Зачем обманывать? Ну, у него, может, я... Нет, нет. А может, кто-нибудь из вас позвонит, если не хотите, телефон давать, скажешь здесь депутат Госдумы Пономарев, хочешь пообщаться? Нет, у нас номера нет. Мы сейчас спокойно вот померяем, мы хотим вот в разных точках посмотреть, насколько соблюдается разрешение, которое там, по словам-то, оно должно быть, да, то есть, если были бумаги, нам было бы проще проверить, что все соответствует или не соответствует разрешению. Поговорка «доверяй, но проверяй» уже не подходит, ибо обман повсюду. Договаривались о ширине просеки в 100 метров, а даже на глаз видно, что вырубили гораздо больше. А зачем жалеть? Не свое же. Лес рубят, деньги летят в офшоры, разумеется. А теперь представьте себе, сколько стоит древесина, вырубленная за компанию на протяжении всей трассы Москва-Санкт-Петербург, ну, хотя бы на один метр. Куда она ушла? И где эти деньги? А здесь 5-6 метров. 105 метров. Вот первый был 106, этот 105. Ну, так, судя по всему, оно примерно так оно и будет, потому что я думаю, что работники, значит, прокладывающие трассу, они просто трактуют расширительно, в прямом смысле слова, то, что они делают. Потому что вот если мы посмотрим, скажем, по следу гусеницы, то это будет как раз примерно на 100 метрах, да. Если мы посмотрим на границу до леса, вот вы видите, вот, значит, отвалена, значит, вот эта куча песка, вот вы видите, то есть свалены, собственно, порубленные деревья, выкорчеванные пни, вот вы видите, вот они лежат. Вот, вот если считать с этим, то, соответственно, вот получается 105-106 на протяжении, ну, судя по всему, всего створа, который мы меряем. Замерили. Что дальше? Ну, сейчас составляем акты. Будем, соответственно, эти акты направлять в природнодзор, показывать о том, что строители нарушают выданное им разрешение. Будем требовать, соответственно, реакции природоохранительных структур. Мы находимся в Дубраве. Ей около 300 лет. Представляете себе, Наполеона она пережила, а Путина, похоже, не переживет. Ее собираются уничтожить. Даже во время Великой Отечественной войны ее не вырубали. А теперь собираются вырубить. Эта тропа, это середина вот этой трассы. То есть вот здесь все-все-все, все вот эти вот деревья, это, по сути, деревья-смертники, их собираются уничтожать под трассу Москва-Санкт-Петербург. Вы видели, как это выглядит. Вы чувствовали сами, мы специально вас провели, чтобы вы почувствовали, как там вы себя ощущаете. Если это еще заасфальтировать, пустить машины, то на самом деле это такое очень некомфортное, очень неприятное место. Есть хорошие, альтернативные варианты, потому что, да, дорога нам нужна. Но нельзя пускать дорогу по последнему лесу на севере Москвы. Здесь больше лесов нет, он последний. Как так получилось, что с французами заключили такую странную концессию, по которой трасса, которая строится на наши же налоги, на российские деньги, не может быть изменена? Почему мы должны платить французам деньги, хотя они не вкладывают сюда денег? И когда мы задаем эти вопросы, то нам почему-то на них не отвечают. А ответ очень прост. Ответ в коррупционном анализе, который мы сделали. И анализ этот показывает, что на самом деле французская компания Винси выстроила целую систему офшорных схем. То есть офшорных компаний. И деньги по этому проекту пойдут во французскую компанию Винси, в ее дочерние структуры, а дальше в разные офшоры. В том числе на Кипр, в офшор Аркадия Ротенберга, ближнего друга Владимира Путина, его тренера Пульзюдо. Летом прошлого года Институт лесоведения Российской Академии Наук по специальному отдельному заказу ГК «Автодор» проводил исследование Химкинской Дубравы и родника Святого Георгия. Значит, по роднику Святого Георгия было выяснено, что здесь редкостно чистая вода, удовлетворяющая всем параметрам питьевого. Не зря жители берут из нее питьевую воду, ходят сюда регулярно. А трасса проходит в 50 метрах от источника. И, значит, были, значит, высказаны следующие там предположения. Вот у нас листовка, которая сейчас Илья Пономарева отдал, где это указано. Значит, что строительство трассы, оно, во-первых, уменьшит поступление воды в этот источник из водоносных слоев, а, во-вторых, неизбежно его загрязни. Вода-то вкусная, на самом деле чистейшая водичка. Умыться. Ух, освежает. Дуб вековой, лет 200 ему. Видите, какой гордый ввысь устремляется. А эта отметка, он обречен, его вырубят паразиты, те самые, которых еще в проекте не было, когда этот дуб был посажен. Эти смертельные метки расставлены здесь повсюду. На этом дубе, на том, на следующем, и дальше, и дальше, и дальше. Они собираются устроить здесь, вместо этого оазиса, настоящий адский ад. Из-за того, что уничтожают болото, постоянно затапливает полотно трассы. Это происходит уже второй год подряд. То есть вот этот маршрут, он был выбран настолько глупо и тупо, что на самом деле, вот это я вам рекомендую сфотографировать всем. Вот это трасса Москва-Санкт-Петербург. Вот это последствия того, что уничтожают мезотропное болото, которое идет прямо вот по центру этой трассы. Болото ценно, прежде всего, тем, что тут фактически, в посредственной близости от Москвы, малонарушенный комплекс верхового болота. Здесь обитает целый ряд видов, занесенных в Красную книгу Московской области. Например, таких, как бабочки перламутровка северная, такое растение, как шиихцерия болотная. Но об этом есть какая-то короткая справка, которую можно там тому же Шойгу направить? Да, справки у нас есть. Бизнес-эждивенцы, все больше напоминающие первобытных варваров, плевать хотели на нашу с вами природу. Они и ее готовы продать. Но общественность настаивает на том, что ущерб, нанесенный природе, можно хотя бы минимизировать. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник». Особая буква. Должен «Политвестник» Субтитры сделал DimaTorzok